КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТА КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТА КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТА КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТА КОЛЛЕДЖ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТА Кроме того, молодые люди экономят один год учебы, ведь после окончания колледжа они автоматически становятся студентами Международного гуманитарного университета и продолжают обучение с третьего курса. Преимущество колледжа Международного гуманитарного университета заключается в следующем, что у нас учатся три года в колледже и сразу же на третий курс бакалавра поступают без экзаменов. Это очень пользуется сегодня спросом. Плюс в колледже вы знаете, что уже два года подряд сдается внешне независимое оценивание. Если мы все с вами видели, что после 11 класса у многих школьников, а это почти 31% не сдали математику, то те, кто учились в колледже, подготавливались в колледже, ходили на курсы подготовки внешне независимого оценивания, их процент порядка 3-4% не сдавших. Абитуриенты поступают в колледж без сертификата внешнего независимого оценивания. Одних требуется лишь ждать два обязательных вступителя в экзамен, диктант по украинскому языку, а также тест на выбор из двух предметов. Вступные испиты, обовязковый испит до вступа до фахового и медичного фахового колледжа є украинская мова диктант. Другий испит є на выбор из двух предметов, загальноосвитных предметов, это может быть история Украины, математика, або иноземная мова, або, если это специальность дизайн, это творчий конкурс. Та, если вы вступаете до медичного фахового колледжа, то вы вступаете на выбор биологию або химию. Хотелось бы наголосить, що всі випускники медичного фахового колледжа за специальностью фармація, вони вступають після завершення на третий курс за специальностью фармація, або на другий курс за специальностью стоматологія та медицина, або медсестринство, або фізична терапія. Це одна з переваг для того, щоб вступити після дев'ятого, хто мріє бути лікарем. 50% практики, 50% теорії. Преимуществом обучения в колледжах Международного гуманитарного университета является также то, что студенты начальных курсов могут проходить ознакомительную практику по своей специальности, ведь руководство колледжа систематически заключает договоры с различными базами практик. И уже на первом курсе колледжа, а это фактически дети, которые были бы в 10 классе, они уже идут на практику наравне со студентами бакалавра. Вот наравне. Мы не делаем никаких отличий. Мы сразу их отправляем на те же базы практик. Для качественной подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам на базе Международного гуманитарного университета проходили подготовительные курсы для выпускников дев'ятых классов. Как отмечает руководство колледжа, данные курсы дают возможность познакомиться поближе с будущими преподавателями. Протягом пів року Международного гуманитарного университета проходили подготовительные курсы для абитуриентів, які мали бажання вступити до фактического колледжа. На минулому тижні успішно склали вступні іспити 250 человек, які вже сьогодні вступають до нашого колледжа. Директор Медицинского інститута Международного гуманитарного университета отмечает, что ранняя профессиональная подготовка фармацевтов і будучих врачей даёт качественну базу для дальнейшого обучення в стенах уже высшого медицинского учебного заведення. Студент, поступив в колледж после девятого класса, учит кроме общих предметов, которые он учил в школе, изучает и предметы специальности. Вступ до фармации, фармацевтична химия, органична химия. То есть те предметы, которые необходимы ему в дальнейшем для работы как в аптеке, так и для дальнейшего поступления в мединститут. Родители и абитуриенты уверены, колледжи Международного гуманитарного университета – одни из лучших образовательных учреждений. Ведь здесь есть соотношение профессионального преподавательского состава, а также современной материально-технической базы. Мы смотрели, много колледжей есть, конечно, но мне кажется, этот более перспективный, такой он интересный. Тут жизнь студенческая, ну такое движение все. Ну и, конечно, перспективное – это самое главное. Колледж хороший, что хорошо учат. Ну и вот. Ну здесь дисциплина, здесь, во-первых, немаловажно, здесь есть и форма, здесь, как бы, ну так, видно даже визуально, что я, как бы, бывший военный, я форма – это, значит, дисциплина. Эти стороны гостиничные только я у нас в Одессе, в МБУ. Очень красивый университет. Хочется учиться. Напомню, чтобы подать документы в колледж Международного гуманитарного университета, абитуриент должен иметь при себе заявление, документ о базовом, общем, среднем или полном образовании, шесть фотокарточек 3х4, копию паспорта и идентификационного кода. Продолжение следует...